МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадо о компании Гомелюстуде и працуе Маргарита Котова. У Гомельска в области выборы у Палату проставников национального схода Беларуси и 7-го скликания отбылись во всех округах, подаденных на 14 годин со своим выбором вызначилися больше 60% от агульного лику грамадян, уключенных у список для голосования. Сгодно с информацией областной выборчей комиссии по стане на 18 годин проголосовали омаль 802 тысячи человек, это больше 74% выборщиков. За ходом выборчей кампании на протягу всего этого дня назирали наши корреспонденты. Восемь годин ранницы, участок для голосования номер 19, Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Первый сюда приходит старшиня областного совета депутатов Косярына Зянкевич. Кажется, что не глядяши на выходный день, у ЯЕ шмат справ, а тому удел в выборах вырешила принять самой ранницы. Як депутат, я надобро ведая, у яким напряженном ритме придется працавать парламентариям 7-го скликания. Заходящий с этого и робить выбор. Это каждодневный труд без выходных, без отпуска, когда решаются судьбы наших людей, нашей страны. Естественно, на уровне палаты представителей принимается ряд законодательств, которые сегодня улучшают жизнь нашего населения. Сгодно с дадзинами Центрвыбаркама, на Гомельшине удел у детерминовым голосовании приняли амаль 40% выборщиков. Это самый высокий показчик сярод региону Беларуси. Старшиня Гомельска Агарвы-Канкама Петр Кириченко на участок для голосования приходит сёння. Прозвища претендента, за якого отдав голос, не называя, але запевнивая, что это саправды достойный человек. После чего узгадывая свои самые первые выборы. Это было очень давно. Я не помню, как это было в деталях, но помню, что мне тогда, что очень запомнилось, вручили книгу, потому что я впервые голосовал, и всем тем, кто голосовал впервые, вручались какие-то маленькие сувениры, мне досталась книга. Ну, вообще, я считаю, это, безусловно, очень важное политическое мероприятие, ответственное мероприятие, потому что мы избираем своих представителей высшей законодательной органы страны, они будут представлять интересы гомельчан. И, конечно, как и все, я сегодня пришёл, чтобы выбрать наиболее достойного. Старшиня Абеликан Кама Геннадь Соловей голосует на участку номер 17 Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Предъявление членам комиссии пашпорта и отримания бюлетеня, у которого унесены шесть прозвищевых кандидатов у депутаты Палаты представников Национального Схода Украины. Раз хвилину бюлетень опускается у урну для голосования. Я голосую за баланс стабильности и прогресса, за мудрость профессионалов, за их результаты коллективов предприятий. За последние 25 лет в нашей государстве стабильно развивается наша экономика, стабильно развивается государство. И как реальному сектору экономики отделяется внимание, так и социальному направлению. У Мирской области есть свои бренды, это бренд наведения праведки на земле. Уже 12 наших городов обустроено, и данная работа продолжается. Это уже традиция. Старшиня облевыканками веншует молодых людей, которые в первую очередь приняли удел в выборах, с оружием подарков, среди которых новое выданое об Гомельской области. Про несколько минут Геннадь Соловей знакомится с научными работниками молодых ученых. Особливая увага проекту «Хутор Мебиуса». В прошлом месяце этот проект занял другое место на пятом международном конкурсе «Интернет-плюс», который проходил в Китае. В успех тем более значный, что удел у конкурсе приняли 4,5 миллиона студентов со 124 краин цвету. Керовник проекта Алексей Зайцев рассказывает об тем, где и как может выкорыстоваться ГТР-спрацовка. Данное устройство облегчит жизнь фермеров и работников сельского хозяйства, так как установленные метеостанции смогут в любое время пересылать данные о параметрах почвы, о метеоактивности, и мы будем знать, какая сейчас погода на поле либо на даче, и нужно ли поливать, либо собирать урожай. Также данная система поможет нам автоматизировать процессы. Это процессы полива, кондиционирования воздуха, если это касается вопроса теплицы. Ход выборов на всех участках подпильный увагой незиральников – международных и внутренних. Опошни представляют как политические партии, так и громадские организации. Пришим шмат, кто на участках, находится еще с початку детерминового голосования. Присутствовала каждый день на досрочном голосовании, поэтому наблюдала за процессом хода голосования. Хочу сказать, что на этом участке никаких замечаний я не могу выявить. Процесс голосования проходил в рамках законодательства Республики Беларусь. Хорошо был организован, доброжелательная, компетентная комиссия, которая занималась организацией этих выборов. Олег Шанчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Старшиня областной выборчей комиссии Алексей Неверу принял в делу виде конференции, которая прошла в рамках работы Республиканского информационного центра. Такие включения проходили на протяжении сегодня основного голосования. Кировник Гомельской областной комиссии справоздачу тримау разом с представителями Центр выборкама и Гродзенской области. Размова об ходе голосования, организации выборчего процесса и умов для работы незиральников. Особливая увага – створению безбарьерного сяродия. Как означается, не все пытания в этом плане выражены, а ли изроблено так само шмат. Вопрос о голосовании людей с ограниченной возможностью на наших участках решается, во-первых, наличием информации на каждом участке по количеству инвалидов, проживающих на данной территории. Следовательно, дает возможность всем участникам избирательного процесса, ну, участникам комиссии в первую очередь, знать, сколько людей придет непосредственно в участок голосовать. Естественно, предложить им голосование на дому. Если такие заявления поступили, голосование будет проходить на дому. Если все-таки человек решил приехать и проголосовать, прийти и проголосовать на участок сам лично, значит, мы обязаны, и это будет сделано, будет обеспечено безбарьерное посещение участка. Голосуют за кандидата, які зацікавлены у развития инфраструктуры для людей с обмежованными махшимостями. Об этом рассказал журналистам Геннадзе Латароу. Старшиня областного громадского объединения инвалиды-спинальники сегодня голосовал на выборшем участку, размешанном у 61-й гомельской школе. На преступках обсталявали пандус. Людям с обмежованными махшимостями повинна быть зрушна трапись на участок. Внутри есть и особная кабинка. Геннадзе Латароу на инвалидной колясце 400 годзе. Кажет, что активно створать безбарьерное сяродье для маломобильных громадян важная державная задача. И новые парламентары, яких сегодня выбираю народ, повинны памятать про это. Кожный человек незалежно от стану здоровья, полноправный член громадства со своими потребами и махшимостями. Всегда участвовал и участвую в голосовании на выборах различных уровней. Считаю, что на сегодня государство делает очень много для решения проблем людей с инвалидностью, их социализации и формированию инклюзивного общества. В 2016 году Республика Беларусь приняла конвенцию о правах инвалидов. И сейчас у нас ведется большая и кропотливая работа по ее внедрению в нашей стране. Одной из первых на свой выборший участок номер 16, размешанный у 27-й Гомельской школе, отдать свой голос за кандидата пришла Галина Павлянок. Народная артистка Республики Беларусь, лауреат премии президента за духовное одражение, до поступления в музыкальное училище училась в этой установе. Галина Павлянок каже, что опошние 20 годов живи неподалеку и завсёды приходится на выборы разных узронев. Приемно, что минавита в свою родную школу, с якой связано стольки радостных вспоминах детинства. Для керовництва установы визит вядомой гомельской артистки так само гонор. Як невеликий знак удячности, оригинальная кветковая композиция. Подчас интервью размова об тем, что кожный человек повинен иметь тревалую громадянскую позицию. Так само Галина Павлянок жадает достойным кандидатам перемоги и удачи в праце для корысти краины и кожного ее громадянина. Мы надеемся, что наши кандидаты в депутаты будут очень хорошо работать в плане обновления чего-то, вносить что-то новое, полезное для нашей страны, для людей. Жахары-вёсок и агрогородков улику самых дисциплинованных выборщиков. Явка у сельской мясовости стабильно высокая. Агрогородок Хальч Ветковского района не выключение. У детерминовых выборах депутатов Палаты представников национального схода приняли удел больше за полову зарегистрованных выборщиков. Як проходило голосование у основной день, ведает Максим Савин. Об тем, что выборы у Хальч это свято, зрозумело, ясно подыходим на порозе мясцового дома культуры, где разместился участок для голосования, песнями Жахаровсу строкая народный ансамбль Ветковчанка. Хальчанцы у выборах принимают активный удел в списе выборщиков крыху большим 900 прозвища. До терминового отдали свой голос 464. Это больше за полову. 11 человек голосуют на дому. До их спирасовной урны отправляются члены выборчей комиссии. Явка достаточно высокая. И, вы знаете, немножко, наверное, больше, чем на прошлых выборах. Прошлые выборы, местные советы, ну, немножечко меньше было. А так, люди активно идут голосовать, долг свой гражданский отдать. Особливая увага сегодня тем, кто в першиню пришел на участок у якости выборщика. После голосования молодые люди отримливают сувениры от БРСМ. Гамельчанин Илля Ягора у выборчая права отримая нехутка. Хлопчик научается у другим классе. Людмила Корникова вырошила взять унука с собой на выборчий участок у адукационных метах. Ребенок ходит во второй класс и он еще не знаком с такой процедурой, как голосование и вообще, что это такое и почему это происходит. Ну, поэтому я ему объяснила все, для чего и почему. Нина Шараева пришла на выборчий участок с твердым разумением, за кого отдасть свой голос. Жихар Кахальча ведает, яким повинен быть, будучи депутат Палаты представников. Справедливым, честным, добросовестным. У семейной пары Любови и Паула Проняных поглядей на особу будущего депутата не сошлися. На одной части шаляв багатый житчевый профессийный опыт, на другой молодость и перспективность. У кабинцы каждый сработал свой выбор. Мы с мужем голосовали, наверное, по-разному, спорили об этом, даже по дороге. Мой выбор именно на опыт нам все-таки человеке, чтобы это был человек в возрасте, какой-то прожил свой личный опыт. А муж у меня поддерживает более молодых, начинающих, потому что он сказал, за этим будущее, поэтому вот у нас разный выбор. По кольу одним покой идти голосование, у другим концерт мясовых творческих коллективов. Тут же проходят майстер-классы для детей разгорнутый гандель. Забавляльная программа, обовязковый атрибут выборов. Максим Савин, Елген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, Зветковского района. Выборщики, которые не смогли прийти на участки для голосования, имели право отдать свой голос по месту находжения. В первую очередь это было зручное для пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Ганна Клюшинская ранее приходила на выборы самостоятельно. Ветеран працы с большим 40-годовым стажем, и она за все имела активную громадянскую позицию, и выказывала ее при выборах депутатов разных узровнев. Но уже в другой раз запор, да это на выборах у Мясовой, советы его зараз на парламентских, здоровье перешкажает добраться до своего участка дома. За проблем с маулением, какие заявились после инсульта, до помощи бабули пришел унук Валерий. Сам Йон проголосовал на передодни до терминова. Сама она, к сожалению, уже в силу возраста не может пройтись на далекие такие расстояния. И вот уже который раз на второй, по-моему, или третий к ней уже вы приезжаете. За что вам спасибо большое. Бабушка у нас молодец, бабушка у нас всегда нам помогает. И я сам постоянно у них бываю. У Гомельской области контроль за ходом выбора увяли 7 589 национальных назиральников, которые представляли политические партии и громадские организации. А про шатаго в регионе сегодня працавали миссии от Содружности Незалежных Держав и АБСЕ. Наши корреспонденты подекавилися их уражениями. На участку, который размещен в областном громадско-культурном центре, назиральники працавали с первых хвилин для терминового голосования. Под контролем у весь процесс от выдачи бюллетенев до непосредного голосования. Основные моменты, чтобы не было завершения явки, чтобы конкретно сколько людей пришло, и мы их учитываем, а потом сопоставляем эти все данные с цифрами комиссии. Пока все сходятся. С 8-ми годин ранецы основного дня голосования на участках находятся и международные назиральники от Содружности Незалежных Держав. 13 человек от России, Узбекистана и Казахстана. Нехто працует в Гомеле, нехто выезжает в районы. Уличивается все. Увага свертается навод на организацию ганды и культурно-забавляльной программы. Хоть основная сразумела выборчий процесс. Соблюдается закон о выборах и как наблюдатели мы отмечаем, что присутствуют наблюдатели от общественных организаций, от объединений, от трудовых коллективов и мне кажется, что все нормы выборов компании были соблюдены и мы отмечаем, что не только организованы выборы такие, когда люди берут бюллетень, но здесь и юридическая консультация могла, если потребуется, организованная и психологическая. Четко работали буфеты организованные, концертная программа. То есть чувствуется, что это праздник. И я бы искренне хотел поблагодарить организаторов действительно за четкую слаженную работу и прозрачность проведения выборов. А про Шана Зиральников выборчая кампания на Гомельщине контролируется еще и Центральной Комиссии Республики Беларусь по выборах и проведении республиканских референдумов. На протягу сего дня в регионе находится ее представник, которые так же наведуют участки. Тут оценка коробятся с профессийной кропки гляджением порушения не выявлено. Достаточно хорошая организация, участковые избирательные комиссии в полном составе. На каждом из участков идет торговля, на каждом из участков присутствует, дежурит медперсонал, и я могу сказать, что на каждом из участков есть наблюдатели. Максимально 23 человека зарегистрировалось на одном из участков, и мне приятно было видеть, что они пристально наблюдают за ходом голосования, и в том числе я рад был встретиться с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель. И на этом по кулисе протягивайте сошить за подеями разом с нами. Наступный выпуск новин глядите у 22 годины на телеканале Беларусь-Шатыры Гомель.